Как меня слышно, поставьте плюсики. Я вижу Ирочку, которую я знаю. Валентина, плюсики. Отлично. Ивета, плюсики. Хорошо. Ирочка, плюсики. Татьяна, очень хорошо слышно. Ну, отлично. Начинаем. Тамара, плюсики. Сказка. Я рассказывала на прошлом вебинаре и на позапрошлом о себе очень много. И сегодня я не буду рассказывать уже подробно так о себе. И начнем сразу о сказках. Сказки мне читал папа вообще в детстве очень много. И у меня есть... Был у нас в нашей семье трехтомник Афанасьева. Это русские народные сказки. И он... Отец мой сам придумывал сказки. И поэтому я засыпала вот под его голос под сказки. Это было очень интересно. И сны мне снились очень интересные, необыкновенные. Иногда осознанные, иногда неосознанные. Спускалась с небес красивая женщина в разных платьях. Я описывала это все в книге «Управляемые сны». Первое ее название было «Путь астрального воина». Потому что у меня в снах было много борьбы на то время. И я училась выходить из этой борьбы, выходить из состояния кошмара. Так, в общем, сказка вошла в мою жизнь. И была у меня картина. Я ее потом подарила. Баян называется. То есть там на гуслях играл старец. Очень красивая. Вверху лебеди, внизу медведь. И такое древнее лицо. Как бы сказание древнее. Искала фотографию, не нашла. Хотела ее вставить. Ну, значит, дальше. Моя тема, как написать сказку и воплотить ее в жизнь. Мы об этом будем говорить. Что может сказка? Сказка-терапия для взрослых. Без напряжения легко создаем тот самый мир, в котором мы хотели бы жить. Сказки вдохновляют. Сказки приносят вот это волшебство. И сказки всегда остаются тайными. Тайна сказок. Так, это у меня поехала презентация неправильно. Сейчас мы ее остановим. Исчезла. Минуточку. Сейчас поставлю ее снова. И через сказки с нами общается и природа, и древняя. Самое древнее, что передавалось из уст в уста. Все религиозные идеи мира почерпнуты из древности человечества. И все свои высшие ценности народ издревле находил увязанным с природой. Человек не может объяснить мироустройство, так как мир остается тайной, и сам человек остается тайной. Но человек не хочет жить в необъясненном мире. Информации всегда недостаточно, всегда ум ищет следующую информацию, новые знания и дальше. И человек пытается объяснить и передать информацию, что он накопил, что узнал, следующему поколению через сказки, мифы, легенды, предания. И сказочная реальность открывает двери для всех, но более полно открывает двери для чистого сознания, для чистой души. Но не зря есть слова «бездушный человек», «темная у него душа» и так далее. Духовный мир не пропускает человека к пониманию. То есть только человек видит поверхностный слой, человек, который не раскрывает свою душу. И также вот эти сказки передаются через галерею образов. Образы все время открывают и приближают нам то или иное знание. И сказки всегда выводят человека на понимание нравственного уровня. И также на понимание, на более глубокое понимание, что такое добро и зло. То есть идет процесс понимания именно через архетипы. И все равно сказки также остаются таинственными. Но вот именно идеи сказок, они продолжают жить. И исследование сказок – это проникновение, глубокое проникновение в образ архетипа. В образы, что передаются из поколения в поколение. Ну я немножко хочу сказать сейчас о проекте «Сказки на ночь», который у меня идет и будет продолжаться уже индивидуально. В этом проекте «Сказки на ночь» мы через сказку и через сновидение познаем вот эту глубину мира. То есть я даю задание, я присылаю в течение месяца 10 сказок. И даю задание в течение трех дней прочитать эту сказку и настроиться на определенную волну, на определенное понимание. И дальше мне присылают, что приснилось, и я растолковываю, что приснилось, что пришло из глубины вашего подсознания. Что это дает? Это дает более глубокое познание самого себя. Это дает развитие ясновидения, усиление интуиции, то есть ошибки сделать в жизни сложнее. Вы чувствуете лучше свою дорогу, верное направление. От этого у вас внутри рождается радость. То есть вы, вот эти темы сказок, они по месяцам идут. Там темы и о здоровье, и о любви, и о детях, и о бизнесе, и об успехе. И социальные сказки, такие общие сказки, общеизвестные, рассматриваются по архетипам. Сейчас ноябрь, как раз это время идет. То есть рассматриваются все варианты, какие вы выберете. Один месяц такой работы с вами, можно сказать, на постоянном контакте, это стоит 4 тысячи. А сейчас со скидкой это стоит, ну то есть на 20% дешевле, 3 200. Вот вы можете войти в проект. Еще раз повторяю, 10 сказок вы получаете, вы видите сны, и я растолковываю, более глубоко рассматриваю ваши сновидения и ответы на вопросы, которые приходят именно через сказки. Так. И что дальше? Сказка всегда имеет много уровней, много версий. И вот то, что я высылаю в сказках на ночь, были сказки осознанные, то есть новые сказки нового времени. Они учили осознанность человека уже через образы данные в сказках. Ну, сказки имеют много уровней, но во всех сказках всегда добро побеждает зло. Но добро всегда изначально странное. Ну, например, вот сказка «Красная шапочка». Что в ней странного? Что бабушка, бабушка, по идее, больная, живет где-то далеко, не в соседней деревне, а где-то далеко. Туда надо идти через дремучий лес. То есть через испытания. И мама посылает девочку, дочку свою туда, далеко в лес. И знает, что там могут быть волки. И волк встречается и расстается с «Красной шапочкой». И катастрофу именно в доме у бабушки. И дровосеки появляются там и прочее, прочее. То есть сказка, она неоднозначна. Она вот сейчас издала книгу Елены Мельникова. Она написала как раз сказку о фиолетовой шапочке. И поэтому новое время несет новое понимание. Но через старую глубину образов тоже начинаешь видеть, что на самом деле происходит во всех этих сказках. Золушка, например, почему она убежала в 12 часов? Ну и что, если ее полюбил жених, ну подумаешь, наряд изменился. Нет, она убегает. То есть опять, что скрывает Золушка на самом деле? Почему? Почему? Вот такое поведение, если видит, что человек ее любит. То есть всегда возникают какие-то вопросы именно по сказкам. Или, например, сказки Морозка. Что здесь более точно прям сразу выведено, что да, вот девушка добрая, пачерица, трудолюбивая, и получает она приданную хорошую биографию. А другая замерзает. В более старом варианте она замерзает. А в настоящем варианте она получает антипреданную плохую биографию. И здесь можно увидеть, что также во всех этих сказках есть другой смысл. Например, в Золушке и в Морозка можно считать, что Настенька и Золушка – это душа. А то, что отец не справляется в своем хозяйстве, дает руководить мачехе – это вот то наносное, то неумное поведение, которое вызывает хаос. То есть человек теряет истинные ценности и не заботится о своей душе. И поэтому вот это все происходит. Но через прохождение разных обстоятельств человек начинает понимать, что верно, а что неверно. Ну и, например, такие присказки, да. Мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Что это означает? Напишите мне, что значит для вас вот этот вариант. Мед, пиво пил, в рот текло и не попало. По усам текло и в рот не попало. Что это для вас значит? Ну, рассмотрим дальше вот эту сказку. Очень известную первую сказку, которую, ну, одну из сказок, которую читают детям в самом-самом маленьком возрасте. А вы мне пока напишите, что значит. Мед, пиво пил, по усам текло и в рот не попало. Что означает эта фраза? Курочка ряба. Жили-были дед и баба, была у них курочка ряба, снесла курочка яичко, да не простое золотое. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка кудахчет. Не плачь дед, не плачь баба, я снесу вам яичко не золотое, а простое. Вот странность сказки, курочка, то есть дед и баба били, не разбили, расстраивались. А мышка разбила и дед и баба плачут. Почему? Почему? Непонятно. Вот детскому сознанию. Но с другой стороны, что детское сознание учится? Что да, взрослые могут плакать, и он может плакать. И золотое яйцо не съешь, а простое, да, все покушать могут. То есть простое сознание ребенка воспринимает текст так. Но сколько в этой сказке уровней? Что было на самом раннем варианте? Не в самом раннем, а в том, что написал Афанасьев по этой сказке. Как у нашей бабушки в задворенке была курочка-рябушечка. Посадила курочка-яучечка. С полки на полку, в осиного дупелка. Вкут под лавку. Мышка бежала, хвостом вернула. Яичко преломило. Об этом яичке строй стал плакать. Бабы рыдать, вереи, хохотать. Ну, строй — это столбы, на котором ворота. Курица летать, ворота скрипеть. Сур под порогом закурился. Двери побутусились. Тын рассыпался. Папова дочери шли с водой. Ушат преломали. Папа децказали. Ничего ты не знаешь, матушка. И здесь снова повторяется, что случилось. Тын рассыпался. Мы шли с водой. Ушат преломили. Папа дья к вошню месила. Все тесто по полу разметала. Пошла в церковь. Папу сказала. Ничего ты не знаешь. И снова повторяется тот же рассказ. То есть, учатся здесь как раз тоже запоминанию ребенка. Память его лучше развивается. Я тесто месила, все тесто разметала. Поп стал книгу рвать. Все по полу разметал. Вот это из Афанасьева 1957 года. Еще вереи — это нищий коллега. Еще вариант «Курочка-татарушка». Это следующее. Но что мы здесь видим? Здесь совершенно другое. Получается, что яйца вообще не было золотого. Другая похожая сказка. «Курочка-татарушка» дано. Снесло оно яйцо быстро, костяно, мудрено. Другое, не золотое, а именно такое. И что изменилось? Изменил это Ушинский. В своей редакции он сделал другое окончание сказки. Что яйцо золотое, и что «Курочка» пообещала снести простое. Какой смысл сказки? Кто напишет, ответит вот в этом варианте. Что означает? Если смотреть на многоуровневый вариант сказки, то «Жили-были дед и баба». «Жили» обращаются к богине жизни, «были» к бытию. «Дед и баба» — это две космические энергии, два проявления. Здесь в этом мире энергия. «Плюс и минус», «Добро и зло», «Свет и тьма» и так далее. То есть вот это наша двойственность мира. Что такое «Курочка» ряба? Вот это то, что было первозданным. Первозданным, из чего вот этот мир рождался. То есть снеслось вот это яичко. Да не простое, а золотое. Золотое ввел Ушинский. Но почему, например, здесь вариант уже советского времени, что хорошо, все простое, небогатое, то золото ты не съешь. То есть идет отношение к энергии богатства. А если расспрашивать детей про эту сказку, то можно услышать совершенно разные ответы, что они хотели, почему они плакали, что яичко, мышка разбила, что оно теперь не так поделилось, не так дет с бабкой поделят и так далее. А мышка — это изображение мысли. То есть что было на самом деле? Вот было так. То есть два потока хотели это сделать. И если даже это не рассматривали как потоки, а как живые люди, дед и баба, вот они хотели это сделать, разбить яичко, а не получалось. А мышка мысли, она смогла это сделать, разбить. То есть если смотреть на духовный мир, то главенствующую роль играет там именно мысль. Поэтому не получилось им самим взять это яйцо и разбить, потому что не хватало вот этого, вот этой духовности, вот этого волшебства внутреннего, может быть, чистоты души. И поэтому вот это получилось, мышка бежала, хвостиком махнула, всё очень легко и разбилось яйцо. Это для этого варианта. А если смотреть по сказке Афанасьева, то что он дал вариант, что там были и варианты, что и повесился там, не только он книгу разорвал, а и повесился, и как бы внучка повесилась. То есть всё пришло в хаос. По этой сказке, по более древней, всё, то есть одна мысль может привести к хаосу, одно действие может привести к хаосу, что мир совершенно переворачивается, меняется, приходит в никуда, в не те энергии. И поэтому вот через вот этот архетип более древний, непонятно, что лучше, вот такая простая сказка маленькая про курочку Рябов или более древняя с теми вариантами, которые стали происходить. Вот что важно понять, что вот эти сказки дают определённые ходы мысли. И вот эти ходы мысли настраивают мы из детства, становятся шаблонами поведения и восприятия. И вот это всё является энергетическим туннелем, потоком, из которого человек не может выбраться. Он выбирается из этого потока, лишь осознав вот эти все шаблоны. Шаблоны, которые заложены через сказки. Через те сказки, которые изменились. Нужно искать именно более древние сказки, понимать те шаблоны, которые в тех сказках. И так можно менять своё восприятие и поведение. То есть можно смотреть на сказки, как на общение с духовным миром. С тем, что мы видим именно как духов, как проявление духов, как энергия духов. И особенно вот если посмотреть сказку «Морозка» 1964 года, и вообще вот это время сказки, там очень хорошо видно, как человек общается с духовным миром. С миром духов в лесу, с миром духов на небе. Как он обращается к звёздам, к луне, к ветру, к солнцу, к этим энергиям. На самом деле это всё очень сакрально. Можно также рассмотреть сказки эти, чисто исследовательская работа, через спиральную динамику. По уровням сказок. Вот, например, первая сказка, первый уровень, на котором человек находится. И все эти уровни можно смотреть по тому проявлению, как человек себя проявляет в мире. Ну, я поставила курочку рябу на выживание. Почему выживание? Потому что здесь важно, то есть дед и баба обрадовались вот этому простому яичку. И вот этот уровень выживания как раз важен во всём, в проявлениях жизни. О чём мы думаем? О выживании или просто живём? То есть на каком уровне каждый из нас находится? Дальше, следующий уровень. Это когда человек выживает, он ищет, то есть он живёт не один, он ищет уже кого-то, чтобы с кем-то жить было легче. То есть создаются семьи, создаются рода, создаются кланы, племена, государства. И это сказка теремок. Теремок говорит о своих и чужих. То есть если ты, вот они все жили, там лягушка, клокушка и так далее, и так далее, вариантов много, но приходит медведь, и он не влезает в этот теремок. И он уже давит этот теремок. То есть вот получается, если мы делим на свои и чужие, всегда приходит сила извне, которая вот это всё поломает, изменит. И опять всё надо как бы сначала начинать. Другая, третий уровень, когда вот эти племена начинают бороться друг с другом. В жизни это тоже проявляется, если ордена, тайные школы, то есть свои и чужие, и борьба идёт между предприятиями, между... Ну то есть в разных вариантах идёт борьба, и она проявляется дальше. Когда уже образовалось какое-то пространство, и Григория, Григория могут бороться с друг с другом. И таким образом проявляется борьба. Вот, например, сказка «Колобок». Что она несёт? Она несёт один из вариантов, как мне прислала Ева. Хороший вот такой вариант сказки. Не помню, куда я её поставила. Объяснение. Издание. А, да, я попросила её сказку написать. Она написала о «Колобке». Ушёл от бабушки и дедушки. Выход из матрицы. Заяц. Страх. Волк. Встретился. Охота. Убийство. Агрессивность. Медведь. Лень. Самодовольство. Гордыня. Лису. Встретил. От лукавого. Хитрость. Несовершенство мира. Ну и вознесение. Дальше. Возрождение. Ева. Очень талантливая виолончелистка. Признана виртуозом итальянской музыки. И, конечно, интересно, как она думает про сказку. На самом деле сказка «Колобок» это считалось, что «Колобок» это земля. Опять же, дед и баба никакой ни пирожочек, ни на тесте метеон. Это как бы космическое всё. И это проход месяца в сторону чертога лисы. И лиса полностью съедает его. То есть он становится более ущербный, ущербный, ущербный. То есть рассматриваются астрологические, космические варианты для ребёнка. То есть познавались вот эти чертоги. Чертоги волка, чертоги лисы, чертоги медведя, чертоги зайца. Ну и если смотреть более глубоко, вот проникать в это глубоко, можно это прочитать в других источниках. То есть очень много исследований сказок, и каждый видит по-разному. Каждый видит сказку на своём уровне. Следующий уровень. Вот после борьбы. Борьба. Почему я колобогу взяла именно борьба? Потому что переход лиса всё равно его съела. Руслан и Людмила. Здесь тоже борьба. Если брать Пушкина, Пушкин самый лучший тоже сказитель, потому что у него была Арина Родионова, которая передала ему очень много мудрости. И вот эти тайные коды заложены также в его посланиях. И тоже и Руслан, и Людмила. Если это расшифровывать более подробно, можно видеть, что люд – это люди. И Руслан, который идёт, вот эта сила борется с головой. Глава – это власть. Вот этот гном с длинной бородой – это тот, который энергия торговли, которая замутила душу, вот если смотреть с плохой стороны. И было изменено вот это людское понимание всего. То есть было изменено людское восприятие. Поэтому вот это шла борьба. Следующий уровень – это уровень веры. Это уважение к духовному миру. Ну, очень хорошо видно это проявление в сказках. Снегурочка, Морозка, Спящая красавица, Золушка, Русалка. То есть если вы не перейдёте к этому уважению, к духовному миру, любой вариант религии здесь, веры, то есть без борьбы, принятие уважения к другому мнению – это говорит о духовном мире. И вот в этих сказках это хорошо проявляется, показывается. То есть Снегурочка пришла с любой, не Снегурочка, пришла с другой стороны, из стороны того света, можно сказать. И вот она познала здесь, и проявление к ней прошло. То есть уважение и её, как духа сюда пришедшего, и к ней, как духа. Хорошо показано Морозка, да, в этом, когда старик Боровичок, например, играет с этим Иванушкой и говорит, что мышцами в духовном мире не потрясёшь. То есть не справлять, хотя он физически сильный, одарённый, прошёл вот эти все школы волшебства, дубинки закинул высоко. А догнать вот этого старичка Боровичка не может. То есть не кланяется, не показывает уважение, считает себя очень сильным. Вот это как раз борьба. Я такой силач, я такой непобедимый, я такой умный и так далее. Но если не научишься уважать и принимать, не перейдёшь на следующий уровень, не поднимешься. Следующая сказка – это «Буратино, гусь и лебеди, Мария Искусница». Это когда человек всегда, как икар, стремится к своему пути, к проявлению своей индивидуальности. И иногда он хочет нарушить какие-то законы, заповеди, которые были веками. То есть он пробует себя вот в этой сфере. То есть он выходит за границы миров, за границы мира, то есть за границы веры, за границы вот этих сил духовных. Ну, это даёт ему право дерзания, познания и так далее. И он выходит. То есть, например, сказка «Буратино». Некоторые вот видят в этой сказке вообще 22 аркана старшего Тара. И рассматривают «Буратино» именно с этой позиции. «Гусь и лебеди» сказка – это переход к миру туда, на ту сторону. То есть, братцы Иванушка «Гусь и лебеди» унесли. «Гусь и лебеди» образ, можно сказать, который переводит из одного мира яви в мир потусторонний. И девочка идёт туда, и когда ей предлагаются пирожки, то есть разные варианты сказки, она не ест. То есть, на той стороне нельзя есть, как Персифона съела один гранат, то есть одно зёрнышко граната, и осталось в том мире. А девочка это знает и отказывается, не ест. Только тогда, когда она убегает, она уже это ест. То, что печка придает, то, что яблочко дается, и пьёт она в роднике. То, что она приходит к бабе-яге, опять же, здесь образ очень многогранный, яга. И она живёт на границе миров, и то, что там она пытается в печку засунуть ребёночка, это является, опять же, перепеканием духа, а не на самом деле не уничтожением. Поздние версии религиозные сделали из бабы-яги страшилищ. И поэтому, опять же, вот этот туннель восприятия для всего человечества был изменён. И это всё несёт не истину, а искажение. От искажений возникают вот эти нарушения внутренние, когда исчезает радость. Но индивидуальность дана, и пройти, вот это всё дано человеку. Каждому познать, выбраться из всех вариантов веры и познать, что хочет он сам, что хочет его душа. То есть выйти на этот уровень проявления индивидуальности. Ну, а далее человек хочет перейти... Ну, то есть он всё узнал, он богат, он там... От счастья в душе нет, опять радости нет, от веры отошёл, да, может быть, вернулся к вере опять. То есть идёт постоянная интеграция всех этих потоков, всех уровней энергии. И дальше человек ищет любовь. Всё равно вот это самая главная энергия планеты. И без любви, без той настоящей любви, которая есть в душе, человек несчастен. Ну, я определила, как сказку «12 месяцев», на самом деле здесь как бы вопрос. Все сказки, во всех сказках есть любовь, во всех сказках проявляется дружба. А здесь ещё в этой сказке показывается умение владеть временем. Вморозка также Настенька умеет владеть временем, она просит Зореньку там позже встать. И здесь, а здесь все 12 месяцев, все 12 энергий вот этих времён года как раз показывают ребёнку, как всё меняется, как вот эти циклы в природе существуют. И важно быть вот с этими циклами в потоке вот этой природы, в потоке энергии природы. И сны. Опять же, хочу сказать про сказки на ночь. Сны отражают как раз, если человек видит сны, там даже по вопросу, всё равно это будет осень, это будет зима, это будет весна, это будут проявляться яркие образы. Это говорит о том, что человек выходит вот этот на шестой уровень, на поток любви. А следующий уровень, седьмой, здесь я сказку не подобрала. Здесь непонятно, какую вообще сказку выбрать. Они все подходят и к седьмому уровню, потому что это уровень интегральный. Он соединяет вот эти все потоки, то есть все потоки энергии и выживания. Человек может выжить в любом виде, в любом варианте, где бы он ни попал, куда жизнь его ни закинула. То есть он увидит и поймёт вот эту истину своих и чужих. Он может видеть и разделять эти потоки энергии. Он может за себя постоять. Человек седьмого уровня может постоять за себя, то есть он не борется, он может избежать борьбы, то есть на более высоком уровне. Но если прямо на него воздействует и разрушает его внутреннюю жизнь, его быт, его достоинство, то он может и прямо ответить с уровня третьего. Также он уважает все религии. Здесь идёт синтез всего. Он понимает все искажения. Он находит вот эти истинные зёрна, которые объединяют главное, главное, да, объединяют главные заветы. Ну, вот, например, сказки Морозка, мама его говорит. Мать не забывай, старших уважай, слабых не обижай, себя береги. Четыре завета. Это очень важные заветы, они уже передаются в детстве через вот это понимание, через понимание, что есть на самом деле, что и как. Поэтому вот этот уровень ему понятен и близок. Проявление индивидуальности. То есть индивидуальность не затёрта ни раб, ни мышь серая, а индивидуальность яркая, и она его радует. То есть сердце его радуется от того, что он и в этом потоке участвует. То есть он может иметь и может отказаться от всего. Ну, и, конечно, уровень любви, когда ты принимаешь и видишь все эти потоки энергии, которые есть, проявляются в людях. То есть любовь, дружба и принятие. Ну, некоторые считают, что это энергия хиппи, вот это Джон Леннон, когда все объединены, все любят друг друга, вот эти потоки. Ну, можно трактовать, опять же, всё по-своему, и это исследовательский вариант. Ну, вот эта сказка «12 месяцев», я сказала о ней. Ну, во всех сказках это всегда счастливый конец и всегда это заслуженная награда за доброту, трудолюбие, крутость, верность, честность, смелость, искренность. Это проявляется и сейчас. К этому сказки ведут и это сказки дают. Ну, здесь каждый ребёнок учится вот этому маленькому внутреннему волшебству. То есть пусти его по ветру, это пёрышко, вслед за пёрышком пойдёшь, свою долю найдёшь. Это из того, что слова намерения. Вот мы дальше перейдём к сказкам, будем пробовать сочинять сказку, я объясню как. То есть вот эти слова, которые вы создаёте, они первозданные. То есть нельзя сказку создать без желания. Вот сел и заставил себя написать. Если нет внутреннего потока, нет в душе, можно написать несколько слов просто и оставить. И так вот каждый день пробовать, пока вот этот поток не выльется в слова и не найдутся вот те волшебные слова, которые именно нужны и которые изменят судьбу на самом деле. Про лебедя я сказала. Это птица навьего мира, который переносит из одного мира в другой. Это вариант как образа. Но можно считать по-другому. Каждый человек индивидуально ищет вот этот контакт с духовным миром. И отклик вот этого духовного мира учится видеть через знаки судьбы, через разные действия, которые происходят в его жизни. И вот это всё, это как бы сакральное изучение мира и постижение истин, которые есть. Сакральное. Если это передавать, вот это своё общение с духами природы передавать другим людям, то не все это могут понять. И вот эта энергия исчезает, вот это волшебство исчезает. Поэтому это сакрально, это передаётся от мастера ученику непосредственно. Потому что всем рассказать об этом контакте с духами невозможно, потому что силы уходят. То есть можно, но тогда надо знать, что будет растрата сил определённой. И надо снова восполняться. И снова надо находить эти энергии, эти контакты. Потому что вот, ну если взять шоу, любое, да, битву экстрасенсов, никогда духи не выйдут, не выйдут и не покажут всё это действие под вот эти камеры. Это знает каждый, кто занимается вот в этой области. Ну и что, вот это дерево, это ибо. Здесь видно вот даже духов, кто видит. Видно, как проявляет себя природа и как отражаются духи в этой природе. И смотрим всегда на энергию рода, на то, что нам передают наши прадеды. Какие они, что они, что они нам несут, свет или тьму. И что мы должны улучшить в нашем роду. То есть всё сны, архетипы. То есть через сказки на ночь как раз мы исследуем вот эти архетипы, которые передают вот это мировое дерево. Мировое дерево, оно у каждого своё, у каждого свой. Я называю шаманский лес, где каждый человек бывает и может переходить в сновидениях, видеть его, познавать его. И через сновидения, сновидения тоже как сказки. Они передают информацию, а сказки дают своё понимание. То есть и вот так вот идёт процесс как раз более глубокого познания себя и мира вокруг, исследовательского познания. Ну, здесь я хотела привести пример Пушкина, слова о вещи Малеги. Сейчас мне немного, они закрыты. Вот что Пушкин писал, почему он знающий был. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и сколь на радость соседей врагов могильной засыклюсь землёю. Открой мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмёшь ты коня. И вот он отвечает, этот кудесник. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещь язык, и с волей небесную дружен. В ведущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе. И предсказывает он, примёшь ты смерть от коня своего. То есть, сказку писать можно вот в этом, именно правдив и свободен их вещь язык, вот в этом состоянии энергии. Тогда сказка, она действительно будет реально помогать. То есть, то, что вы создадите через вот эту энергию, с волей небесную дружен, с помощью небес, с помощью вот этой энергии, это будет действительно волшебная сказка. Сказку мы сочиняем для себя, потому что она активизирует процессы в бессознательном. Это как раз и помогает разрешить вот эти трудности или проблемы, которые возникли. Ещё раз скажу, что сказка похожа на сновидение, а сновидение открывает нам наше бессознательное. И сказка открывает вот это бессознательное. И поэтому вместе со сказкой, сновидениями, ещё раз приглашаю на проект «Сказки на ночь», вот это всё творит чудеса, всё вместе. Ну, дальше. Как мы будем сочинять сказку? Есть четыре варианта. Пишем ассоциативные слова. Это обычно выбираются десять слов, которые приходят в голову, и вы пишете в виде существительных. Там стрелок, волк, чашка, горошек. Вот просто какие идут по ассоциациям слова. Вы их пишете. Это один из вариантов. Далее вы из этих слов, важно выбрать любую свою проблему, о чём вы будете писать. И из этих слов вы создаёте описание вот этой проблемы и как вы решили, волшебным способом решили эту свою проблему. Вот это вы описываете. Это один вариант пробок. Другой вариант – это когда вы рисуете. Это как раз мы проходили с Мариной Одинцу в психологическом, в Институте психологии, по психологии на курсе. Как раз мы рисовали. Мне вот этот вариант больше всего понравился. То есть вы берёте свободный лист бумаги. Лист бумаги, А4 желать. Ну, хотя можно любой. И начинаете вводить на этом листе бумаги, думая о своей проблеме. Ну, любой бессознательный, необязательно. Можно каля-маля, что угодно. Вот так вы рисуете. И когда почувствуете, что всё хватит, вы уже перестаёте рисовать. Можно ручкой, можно фломастерами, можно карандашами. Как угодно. Вы смотрите на свой рисунок и выделяете в этом рисунке один образ. Один образ. Прямо обводите его другим цветом или жирно обводите. Затем выделяете второй образ. И тоже жирно обводите. А затем выделяете третий образ. И у вас в рисунке вы видите три образа. Что видит ваше сознание? Что видит ваше бессознательное? Вот эти три образа. И вы описываете в сказке. Берёте свою проблему и рассматриваете её вот именно с позиции этих образов, которые вы увидели. Я тогда на занятиях настолько написала сказку личную, очень глубоко личную. То есть скрылись такие пласты подсознания, что я не ожидала. И когда преподаватель попросил отдать сказки, я не отдала свою сказку, потому что очень реально всё открылось и раскрылось. Просто благодаря вот этим рисункам и благодаря тому, что возникло из того, что я видела. Из этих образов, которые я видела. Третий вариант, который вы можете также использовать. Это вы просто пишете. Вот у вас есть какая-то боль внутренняя, накопилась. Почему вообще психологически, когда есть проблемы у человека, желательно вести дневник? Потому что вы через вот эту энергию мысли передаёте, вот эту энергию тяжёлую свою вы передаёте в бумаге и вам становится легче. То есть это вариант облегчения. И вот эту болезнь, вы своё, или болезнь, или проблема, или какая-то трудность, тяжесть на душе, что угодно. Вы можете просто написать об этом с уровня сказки, иносказательно. Начинаете всегда жили-были, чтобы вот эти энергии рождались. И в конце жили-были, добра наживали. То есть добра наживали, жили-были, поживали и добра наживали. Вот, остаётся энергия эта, что вы идёте всё равно, намерение у вас идёт в этом направлении. Намерение энергии идёт в этом направлении. То есть вы проходите свои трудности, вы проходите через свои испытания. У меня было, так как эта конференция называется «Книга сказок», я специально написала подарок. У меня был, который организатор Анита не включила почему-то мой подарок в свою конференцию. Там подарок так и называется, о сказке. Как написать сказку о себе, чтобы воплотилось в жизнь всё то хорошее, что есть. Я там подробно рассказывала, как желательно писать сказки по возрастам. Там, когда 3 года, когда 7, когда 14. И как желательно, о чём думать и писать. То есть это для тех, у кого есть дети. Но также вы можете писать сказки о себе. Это не по тем принципам, которые я дала. И там, в этом подарке тоже много о чём рассказано. Как писать сказку о себе, попросите у организатора этот подарок. И четвёртый вариант сказки – это когда вы просто можете мечтать. Мечтать – это тоже очень помогает. Визуализируете. То есть вот у вас есть проблема. Например, это нужно связать опять же со снами. Когда снятся сны и кошмары, и вы воображаете этих помощников, друзей, которые вам помогают. Всякие волшебные сооружения, которые есть. Можно призвать и род на помощь, кто сильный и могучий. Всё, что угодно, всё, что вам помогает, всё, что вам по душе, вы можете это призывать. Это силы, это духовный мир, и он откликается. Поэтому, когда четвёртый вариант – вы просто открываете вот этот поток, все свои желания души открываете и визуализируете. И эти образы пытаетесь также нанести на бумагу. То есть запомнить хотя бы какими-то фразами. Бывает такой поток энергии идёт, и фразы как раз вот эти записанные хотя бы как-то потом, после них уже обобщается всё, и получаются прекрасные сказки. Прекрасные варианты сказки. И что ещё хотела сказать. Ну так, вот вопросы есть. Если вопросов нет, то я на этом закругляюсь. Всё, что я хотела, я сказала. На ответ вот этот вопрос, «Мёд, пиво, пил, пол, сам тепло, а в рот не попало», ну, ответа я не увидела. Получается, что вот этот вариант, можно сказать, что люди были трезвые сказители, или которые присутствовали там, или присутствовали и ничего не поняли, или что-то такое, это волшебные усы, или это вы получали, слушали сказку в другом мире, где как раз можно быть за столом с ялствами, но есть там нежелательно. То есть здесь совершенно разные варианты для этого. Закругляюсь. Вам всего доброго. Пишите сказки. Приходите на занятия на наши. Удачи, счастья, здоровья.